Всем здравствуйте. Меня зовут Ольга Маркарян, я куратор этого проекта. И сегодня у нас такая интересная встреча с участием прекрасных спикеров. Я хочу всех представить. Сегодня с нами Юлия Лизичева, директор программ благотворительного фонда Владимира Потанина. Интересно, слышит ли она меня? Да, Ольга, слышу, спасибо. Владимир Вильминский, профессор университета Баухаус в Веймаре, руководитель как раз лаборатории по изучению истории и теории медиа. Андрей Сибрант, директор по стратегическому маркетингу компании Яндекс. И Виктор Кудряшов, медиахудожник, куратор, галерист, директор компании Медиаматерия. К сожалению, Лев Манович не смог к нам подключиться, он сейчас поехал в Сеул. Также с нами создатели этого пространства. Наталья Алфутова, медиахудожник, и Ярослав Кравцов, геймдизайнер. Наталью вижу, а Ярослава? О, вон он там. Всем привет. Хорошо. Мы просто обычно в одном окошке. Я хочу передать от лица централизованной библиотечной системы Красногородского района и директора Марина Борисовна Швец приветствие. Она тоже не смогла сегодня присутствовать, но она хотела поблагодарить от всей души всех участников дискуссии и фонд Патанина, который сегодня здесь с нами, потому что без фонда невозможен и этот музей. Как мне кажется, вообще была бы невозможна экспериментальная музейная деятельность в России. Это очень важно, что фонд есть, и мы можем делать что-то странное, что-то новое. И как там эта программа, по которой создан этот музей, называлась «Новые формы», и, в общем-то, да, искать каких-то новых форм. И я хочу передать слово Юлии Лизичевой, чтобы она поделилась впечатлениями от музея и сказала от фонда. Ольга, спасибо большое. Но в первую очередь, конечно, хочется поблагодарить вас за сегодняшнюю конкурсию. Это так интересно, когда идешь на мероприятие по работе, получаешь машу удовольствие. И действительно было очень здорово. И мне, правда, посередине немножечко не удалось дойти до конца, но это, я думаю, в следующий раз я пройду. Отключилась, но я смотрела в Zoom, тоже было очень здорово и интересно. Я сама совершенно не геймер, я никогда не играла в компьютерные игры, и поэтому для меня впечатления вдвойне, наверное, более такие масштабные. Но это как бы свое личное. Я хочу вам сказать от благотворительного фонда Владимира Потанина большое спасибо за ваш проект. Мы очень рады, что увидим такие прекрасные результаты и действительно можем наблюдать в реальности, что произошло с вашим проектом. Это очень интересно, когда ты читаешь слова, буквы о том, о чем проект, а потом раз, и вот, собственно говоря, приходишь на экскурсию. Еще очень здорово, что сейчас такие ограничения, и можно даже никуда не ехать, а увидеть. На самом деле конкурс «Общее дело» действительно был направлен на то, чтобы поддержать организации, в том числе музейные. В пандемийное время были специально разработаны программы для этого. И мне кажется, все получилось. Вот наблюдая результаты, мне кажется, что был выбран правильное направление, и очень вовремя был открыт конкурс, и, конечно же, очень вовремя вы сделали то, что необходимо. Сейчас мы совершенно спокойно можем передвигаться в виртуальном и в реальном пространстве, оказываясь в библиотеке, или в музее, или, как вы сказали, что-то странное, что-то необычное, что-то новое. В общем, вам успехов творческих. Уверена, что и проект будет развиваться, и фонд Потанина, конечно, поддержит, и, как мы всегда поддерживаем, инновации. Ждем вас в новых конкурсах. Спасибо. Спасибо большое, Юлия. Я действительно хочу тоже подчеркнуть, что на нас огромное впечатление произвело то, что программа «Общее дело» была создана сразу, буквально через месяц, после начала пандемии, что в этих меняющихся условиях вот мы нашли, нашелся такой фонд, который понимает необходимость этих скорейших изменений и скорейшей помощи. И вот эта специальная программа для перехода в онлайн, она была очень актуальна, потому что этот сдвиг технологический, который подвинула пандемию, его нужно было подкрепить в случае с культурными учреждениями, наверное, социальными тоже, ну вот мы занимаемся культурой, нужно было, конечно, подкрепить грантовыми возможностями, без которых сложно сдвинуться. Так что и спасибо вам отдельно за вот это такое быстрое реагирование. Да, я хотела бы дальше передать слово Андрею Юлиановичу Сибранту, просить его поделиться впечатлениями и соотнести, наверное, эти впечатления устные, которые у вас были до прихода к нам, и после, и рассказать о том, какая роль, как вам видится, вот у таких проектов есть в общем стремительном развитии и отечественного, и вообще мирового такого интернет-процесса. Про интернет-процесс мне, наверное, сложно. Смотрите, мне кажется, что я совершенно не случайно использовал скриншотики, спасибо, Оля, я с вами прошел вот эту экскурсию полностью, а скриншотики-то я видел и раньше, потому что мои давние очень хорошие друзья вот сооснователи мастерской 15 Наташи и Ярослав, они мне кое-что показывали из того, что они делают, хотя я не готовый результат. Вот, и я тогда еще очень сильно впечатлился, и вот, например, когда была большая дискуссия в Питере у вас тоже на этом самом экономическом форуме про будущее культурных пространств, если уж вы хотите глобальный масштаб, то пожалуйста. И как там была целая секция про будущее библиотеки. И на этой секции про будущее библиотеки рассказывали про то, что в библиотеке может быть какая-нибудь интерактивная стена, что может быть какой-то крутой дизайн, что там какие-то эффекты, компьютеры дорогие стоят. Но это все на самом деле очень лобовые решения. Вот что прекрасно здесь, и почему я там с удовольствием показывал эти скриншоты и говорил, что на самом деле люди, которые вот работают в библиотеке Гоголя, они, может, они слова этого не знают, по крайней мере, раньше не знали, который сейчас стал таким супермодным метавселенная, но они чувствуют, что они в ней живут. Потому что метавселенная – это вот такая суперпозиция, смесь материального и виртуального миров, в которой можно вот творить по-другому, видеть мир по-другому. И, кстати, экскурсия была прекрасно ровная этим, что вот в 20-е годы очень многое переосмысливали, в том числе визуально, в том числе художественно, про окружающий мир, талантливейшие люди, которые в то время работали в раннем Советском Союзе. А сейчас, на самом деле, происходит очень похожее, совершенно новое изобразительное средство. Сама по себе эта экспозиция – это тоже, ну, с одной стороны, оммаж тому, что делали великие люди практически век назад. А с другой стороны, это свое новое художественное высказывание, только с использованием современных средств, потому что вот неожиданный свет, неожиданный рак курса кинематографа – это вот то, что во времена Эйзенштейна было новаторством. А сейчас новаторством является использование игрового движка для, в общем, совершенно неигровой истории. Это, на мой взгляд, очень хорошо и очень показывает, как можно не буквально следуя, вот давайте мы устроим игру по следам Гоголя, давайте мы в библиотеке поставим много компьютеров. Это очень лобовые решения. А вот сделать некую смесь, которая является новой, которая является, в общем, действительно сама по себе художественным произведением и которая при этом несет еще и очень большое значение образовательное, причем образование в хорошем смысле этого слова не дидактическое, не настырное, а погружающее в тот мир, который создавал великий человек. Вот, по-моему, это сочетание как раз прекрасно тем, что задача, которая ставилась показать, в том числе и молодым ребятам, который вам такой антураж отчасти более понятен, чем антураж немножко пыльного традиционного музея, и в то же время не скатиться просто, не знаю, собери 10 флажков с портретом Гоголя, а просто провести великолепную экскурсию. Вот эта вот та грань, которую, на самом деле, удалось очень точно пройти, не скатившись ни туда, ни сюда, в итоге оставляет удивительное совершенно ощущение, конечно, того, что вы, ну вот, без шуток, немножечко показали, как устроено будущее общественных пространств. Библиотека сейчас, безусловно, не только книгохранилище, это общественное пространство, публичное пространство города. И вот поэтому все эти разговоры, что публичное пространство требует строительства новых зданий, ребята, в наше время, в 21 веке не требуют. Вот эти самые новые пространства и здания можно выстроить в том самом мире, в котором вот прекрасно чувствуют себя друзья из мастерской 15. Поэтому спасибо большое, очень классно, очень круто. И на самом деле, я думаю, что скоро к вам и в реальном, и в виртуальном мире начнут ездить за пообмену оптим. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Это то, что вы сказали, что это в какой-то мере повторение новаторства 20-х годов, не наш музей, а в принципе вот эта ситуация, в которой мы сейчас оказались. Мне кажется, это очень важно, очень здорово. У нас была дискуссия, вторая из наших дискуссий с музейщиками. Там столкнулись такие очень подготовленные хранители музейные, для которых главное – это объект в музее, это мемориальная структура. Они столкнулись, наоборот, с медиахудожниками, которые так спокойны к мемориальности, но которые желали еще больше свободы, чем то, что, например, показали мы. И я их понимаю, потому что у нас все, в принципе, достаточно конвенционально, хотя и не конвенционально. И как раз в этой беседе говорили о том, что мы тоже находимся у новой эры создания музея, когда медиа-контент, который тоже нужно как-то хранить, и хранить по-новому, и нужно понять, что мы храним из этой лавины медиа-контента, это тоже своего рода ситуация создания музея. Да, Оля, мне кажется, очень важно, чтобы не только хранить. Это же вечная история. Вот у нас такие богатые запасники. Ну, ребята, это, конечно, прекрасно для тех людей, которые имеют туда доступ. Но вообще-то говоря, всегда… И да, и всегда та самая жалоба. Ну, у нас же залы все-таки конечной площади, и мы не можем все показать. Вот вы смогли показать даже то, что вы бы никогда не смогли показать в условиях музея физического, материального. Потому что устроить кинозалы, построить сцену, на которую выезжают все эти декорации, и показать, как это было, вы не сделаете в физическом мире. Ну, правда. А тут вы в это пространство и в эти реальные кусочки прошлого людей погружаете гораздо более полно, чем если бы оперировали только с материальными артефактами. Да, но когда мы как раз реконструировали сцену, я по образованию историк театра, и я чувствовала, что сбывается мечта основоположника истории театра Макса Германа, который реконструировал нюрнбергских мистер-зингеров вообще. Немецкий театр пытался как-то восстановить, и вот они восстанавливали его буквально, делали макеты, возвращали это. И мне казалось, что да, вот это та же струя 20-х годов. Они там раньше начали в эпоху модерна, но, в принципе, они переходили в 20-е. Тоже мы сейчас можем сделать это в театре. С другой стороны, для театра это, может быть, и не нового. Для театра это как-то вполне свойственно быть вот так немножко впереди. И вот здесь и старые формы, я хочу сказать, они тоже, они не отсутствуют. Они в какой-то мере повторяются в этих виртуальных зеркалах. Конечно, так ведь вы же сами прекрасно нам рассказывали во время экскурсии, что и традиционная фуга действительно показывала как бы уровень музыкальной культуры человека, который пишет, но не бах писал эту фугу. Это тоже заметно. И Эйзенштейн, великий режиссер, но как-то это был не совсем традиционный по тем временам кинематографа. И поэтому ровно то, что вы сделали, это как раз демонстрация... Я же почему употребил слово «омаш»? Что это отчасти, конечно, и комплимент всему тому, что сделали эти люди, и очень бережная демонстрация всего того, что они сделали, но уже показана с использованием современного инструментария. Спасибо за слово «бережно», потому что на самом деле это тоже очень важно, остаться в рамках исторической экспозиции. Для меня это прямо было очень важно. Спасибо большое, Андрей Иванович. И я хочу дальше передать слово Владимиру Вельминскому, человеку, который исследует практики медиаискусства на Западе и имеет, наверное, больше контекста, чем мы здесь изнутри России немножко сконцентрированы на отечественном искусстве. И я вас попрошу сказать именно об этом сочетании экспозиции, чего-то такого, может быть, даже утилитарного, и переходом его в искусство, в медиаискусство. В первую очередь спасибо за приглашение. Было очень интересно наблюдать. И видно, что это, конечно, огромная работа. И я, прежде всего, хотел тоже всех, конечно, вас поздравить. Но одновременно у меня я записал очень много вопросов. То есть, я думаю, я вас как-то с ними, с этими вопросами сразу свяжу, потому что похвалу вы еще наслушаетесь, потому что это действительно очень-очень хороший проект, очень амбициозный. И думаю, это очень интересно как бы дальше развивать. Но поэтому я вас как бы свяжу с вопросами, с тем, которые возникли у меня. И может быть, вы на них сразу и как бы сможете ответить, но я думаю, на них, по крайней мере, они у меня возникли, потому что эти вопросы меня интересовали именно как медиа-теоретикой и человек, который как бы занимается тоже медиа-археологией. Потому что как бы вот во всей этой прогулке, которая, с одной стороны, конечно, если мы сейчас кого-нибудь связываем, кто еще ни разу не был в таком медиальном пространстве в музее, он будет в восторге. Но людей, которые выросли, как вы уже сказали, вот на этих играх, как Иго Шутером, это их будет проявлять гораздо труднее. Но в прежнюю очередь, мне кажется, что проект все-таки акцентуется именно на эту публику. То есть это не вопрос, это такая ремарка. И поэтому у меня возникли вопросы, связанные именно с этими пространствами, по которым мы проходим или по которым мы нас проверим. И из чего вы исходили? То есть мне интересно, почему именно эти пространства? Почему вы решили пройти, то есть с одной стороны, вы называете музей Гоголя, но с другой стороны, вы проходите по пространствам людей, которые связали свой, ну или как бы сделать такой анализ или интерпретацию Гоголя. То есть здесь получается, то есть почему вы взяли именно это решение? Может быть, вы это сказали, я это пропустил. То есть здесь все-таки, то есть если мы проходим именно по этим, именно по таким интерпретациям, то есть сразу же возникает вопрос, а почему эти, а почему не другие? Понимаете, это даже можно даже сказать довольно-таки простой музейный вопрос. То есть почему в экспозиции используется этот объект, а не этот? Но у вас же ситуация другая, вы не используете как бы объект, вы используете интерпретацию. То есть и здесь сразу же получается такая дискрепанция. Можно мне ответить? Я надеюсь, моя мысль как бы понятна. То есть это действительно как бы не очень критически, но тут как бы меня сразу заинтересовал этот вопрос. Да, я бы хотела ответить, потому что мне кажется, что это как раз тот случай, когда вопрос, почему именно эти не возникает. То есть такая удивительная сложилась ситуация, когда мы можем показать фактически энциклопедический охват именно искусствами Гоголя. То есть мы показываем все виды искусств. Даже Андрея Белого можем считать как art and science, вполне возможно. То есть, ну, наверное, искусств много, но основные виды искусств мы показываем базово все. Потому что это ситуация в 20-х годах, когда они не только все обратились к Гоголю, но они обратились все к разным произведениям Гоголя. То есть такая удивительная удача, когда мы еще и раз все тексты Гоголя показываем через все эти интерпретации. А главное, что мне кажется, что здесь как раз не возникает вопрос дискриминации, потому что это такой степени имена, которые не могут быть поставлены под сомнение. Вот я как историк театра могу сказать, что было две великих интерпретации Гоголя в 20-е годы. Это спектакль Мирхольда и это спектакль Московского художественного театра, в котором играл Михаил Чехов в 21-м, если я не путаю, году, раньше. И действительно, мы, наверное, можем считать, что Михаил Чехов самый великий. Христаков, не знаю, плохое слово, самый великий, но именно такое ощущение возникало в критике 20-х годов. И оно сохранялось даже, когда эти критики становились уже историками собственной молодости. Это действительно был Христаков совершенно годоперчивый. Михаил Чехов с его, ну, нечего говорить, действительно показал инфернальный образ, которому в какой-то мере шёл Иераст Гарин в работе с Мирхольдом. Но это не спектакль, да, это одна роль, и мы не можем говорить об этом как о явлении такого режиссёрского, режиссёрский театр, это поставлено МХАТом, но мы не можем его показать, потому что это спектакль, это актёр. Актёр не живёт ни в каком нефтефорфом пространстве, как история, то есть это очень сложно. Я всё время думаю, будет ли когда-то такой цифровой метод, который живого актёра вернёт. Пока, мне кажется, такого нет. И поэтому у нас нет сомнений, что ревизор Мирхольда — это главное, что можно сказать о театральной контрепутации Гоголя в 20-е годы. Больше того, у нас нет сомнений, что Мирхольд — это крупнейшая фигура в истории русского театра, и главное, что можно сказать о русском театре. Здесь всё сходится. То же самое с Марком Шагалом. 96 работ Марка Шагала, они не могут быть на них весах ни с одними выдающимися работами. Я как раз думала об этом в русских художниках по Гоголю, которых много. Есть прекрасные картины Добужинского. И до 20-го века Репин работал с Гоголем. И очень-очень много. Там филоновцы. Прекрасные работы. Но вот такого целостного подхода, целостного решения Гоголя оно было только у иллюстраторов, художников другого уровня, чем Марк Шагалом. То есть это не может быть равным. Здесь, опять же, нету сомнений. Итак, если мы посмотрим... Ну, Дмитрий Шостакович, это понятно. Опер нос — это крупнейшее, что случилось с историей вообще комической оперы в 20-м веке. И также Андрей Белый, исследователь этой книги о Гоголе. Мы, кстати, говорили о том, что есть выдающееся исследование Владимира Набокова. Действительно, мне кажется, что это, может быть, не знающий конкуренция текст о Гоголе, но он гораздо меньше. Это не исследование, это не цифровое исследование, потому что у Андрея Белого мышление компьютерного человека. И это позже написано, в 30-е годы, Набоков учитывает Андрея Белого. То есть здесь тоже нет какой-то конкуренции. Но «Фэкс» — это единственный фильм по Гоголю своего времени. И хотя, может быть, мы не можем отнести Козинцева и Трауберга к столь высоким величинам, как, допустим, Верхольд Шостакович или Шагал, но мы можем отнести этот фильм к явлениям по Гоголе в немом кино. У нас, наверное, нет аналогов. То есть здесь как раз такая, мне кажется, счастливая ситуация, когда великие взялись за великой. То есть я так правильно понял, что именно вот этот акцент на раннем русском авангарде, он именно выбран, то есть в центре стоят все-таки два, скажем так, две фигуры, то есть Гоголь и русский ранний авангард. Это я правильно понимаю? Хорошо. Тогда, значит, я просто это пропустил. Я не рассматривал, то есть я не смотрел на это так, потому что, конечно, людей, которые занимались после 20-х годов, очень много занимались творчеством Гоголя. И до сих пор. Я, честно говоря, не знаю, я уже давно не слышал ничего, но даже тот же художник-мультипликатор Юрд Наштей, по-моему, уже несколько лет. Десятков лет. Работает над Шинелью. И, по-моему, там, ну, по крайней мере, то есть подход такой же монументальный, как и монументальный, то есть как же и у Шагао. То есть даже об этом ничуть не совместимает. Но если действительно акцент стоит на русском авангаре, тогда все понятно. И, извините, я тогда просто еще одну ремарку скажу. Это тоже, что касается всегда, очень часто, когда речь идет о медиаискусстве. И это я довольно-таки часто говорю, потому что, так как сейчас вот сегодня нет его, так бы это он сказал. Но так как он сегодня не участвует, придется мне это сказать. Это постоянная проблема, так скажем, с медиаискусством. И сама презентация, это сама презентация, когда уже проходит в конце, как бы описывается уже так, ну, не побочно, но уже под конец описывается, как бы, как люди, которые работали над этим проектом. Это такой типичный подход, как кино, то есть описывается, кто играл, кто играл в этом фильме, еще что-нибудь. Но в этот момент пропадает именно такой аспект искусства. То есть именно если мы преподносим это так, тогда это очень часто скатывается на такую панель, или же, или же, у меня вылетело русское слово из головы, развлечение или дизайн, простого, то есть как развлечение или дизайн. И это, это очень простой шаг, который можно всегда, всегда избежать. в тот момент, когда в самом начале как бы представить основные, основные рамки, в которых, в которых, в которых, как бы создавался этот проект. Это, это технические рамки, это, это также рамки, которые, которые, которые связаны с людьми, которые над этим работали. Это, мне кажется, мне кажется, это очень важно именно для того, чтобы представлять именно такие медиа искусственные, медиа, проекты медиа искусства как именно как искусство, а не просто как дизайн. Как вам кажется, в этом случае мы сталкиваемся с искусством, с медиа искусством, именно, я имею в виду, не с тем, о чем мы рассказываем, а то, как мы показываем, или все-таки еще с дизайном? Но это вопрос вашего подхода. Если вы говорите, вы занимаетесь дизайном, вы занимаетесь дизайном. Если вы говорите, это люди занимаются этим как художественный проект, то есть так, так я, в принципе, смотрел на всю презентацию. Она, то есть, называлась, если я не путаю, но, сейчас, извините, я гляну, как вы это... онлайн-экспозиция как медиа искусства. Это как раз тот проблемный вопрос, который мы хотим задать. Ну, да, но этот вопрос задавать после того, как вы, как вы, понимаете, мы сейчас как бы живем в 21 веке. Если вы работали с художниками и говорят, да, то, что я сделал, это художественный проект, это искусство, у меня вопрос к этому нет. Понимаете, если проект был связан с тем, что была задача, то есть, была определенная идея, и вы отдали это на реализацию, тогда это, конечно, не искусство. Тогда у нас действительно мы имеем подход с дизайном. Есть проект, который реализовывается. Я поняла, что вы имеете видеть. Здесь уже реализуются ваши какие-то изначальные подходы, именно, например, с этими интерпретациями. Но если точно так же возможен, конечно, и художественный проект как общей группы, я, мне, человек, который не был включен в этот процесс, сейчас трудно об этом судить, потому что я на это смотрел, как вы это преподнесли. А если вы сказали, что это искусство, поэтому я так на это и смотрю. Что как раз для меня это очень интересный вопрос, когда работа куратора переходит уже в работу с медиахудожником и становится из работы, как это сказать, сотрудника научно-просветительского отдела, в работу сотрудника куратора. И вот поэтому для меня это был проблемный вопрос, и мне хотелось его обсудить. Мне кажется, тут правильно будет спросить как раз художников зала, как они это чувствуют, как все-таки музейный дизайн такого странного формата, или как медиа искусства далее ответить? Да, вы знаете, наверное, как человек, бывший внутри этого процесса, я могу сказать, что это далеко от дизайна, наверное, потому что та глубокая работа, ту коллаборацию, которую мы с Олей устроили на этом проекте, честно говоря, она меня периодически поражала, то есть, как мы ходили, например, в библиотеку, где смотрели, Оль, как это называется, вот эти фильмы? Микрофильмы в архиве Мирхольдера, да, смотрели, я была в Петербурге, они в Москве смотрели. То есть, это было не просто дизайн или какое-то выполнение какого-то задания, это было огромное исследование, в результате которого появился именно вот такой вот виртуальный музей, и поэтому я думаю, что и Оля здесь выступила на самом деле тоже как художник, ну, то есть, она была куратором, но в результате, мне кажется, настолько много у нее идей, настолько она глубоко это все чувствует и знает на самом деле, вот, что, в общем, меня это поражало. Ну, и, конечно, я хотела сказать, что все, вот на тот момент, когда мы это делали, это было самое начало пандемии практически, все большие музеи, все большие институции, конечно же, понимали, что им тоже нужны виртуальные, виртуальные дубликаты, как они тогда думали, виртуальные филиалы, и они просто делали действительно дубликаты, то есть, куда бы ты ни зашел, тот же, не знаю, в любой музей, там, не знаю, Парижский Лувр, все равно это было не какое-то переосмысление, а именно такое-то 360 градусов, где вы ходите и просто подходите к экспонатам, и их также разглядываете, но при этом просто сидите дома, а не ходите ногами, и это достаточно примитивный, на наш взгляд, абсолютно не пользоваться всем вот этим вот виртуальным, всем, всем, что дает нам метавселенная сейчас. Ну вот, мне кажется, я более-менее ответила. Спасибо, Наталья, да, вот я и хочу добавить, что как бы в ходе этого процесса исследование стало превращаться в искусство, мне кажется, правильно было слово сказано, и это очень интересный процесс, который в какой-то мере может произойти и в музей, который приходит ногами, потому что туда сейчас ногами приходят и театральные художники, и медиахудожники, и работают с историческими темами. Но здесь он происходил именно, то есть мы не нацеливались на это, а он не мог происходить иначе. И работая с Ярославом, и с Натальей, мы искали те формы, которые могут соединить невозможное в реальности и то, что единственное возможное в онлайн-пространстве, его странность, с вот этим иным каким-то историческим наследием, с эстетикой других эпох, что особенно сложно, потому что это оказывается не просто историческим музеем, а, не знаю, о Наполеоне, а это исторический музей художников, который приносит свою эстетику с собой. И вот когда мы переходим в зону искусства, мы оказываемся в столкновении этих эстетик, сложно, мне кажется, не всегда удавшимся, но при этом совершенно какое-то иное дыхание получает экспозиция, действительно, наверное, не может оставаться, как-то показалось обильным словом дизайн, а мне кажется, оно просто естественное для всей предыдущей музейной деятельности, скорее, противопоставление старого и нового. Я хочу просить Виктора Кудряшова прокомментировать, он здесь присутствует от художников, потому что Наталья Ярославская лица заинтересована и не внутри процесса. А вот как вам, как медиахудожнику, как вы воспринимаете такой опыт? Да, привет всем, рад всех видеть, спасибо, что позвали. Такой опыт для меня был впервые, честно скажу, именно данная выставка как некая музейная история, в которой ты находишься виртуально, в которой можешь в пространстве находиться, у тебя полные возможности, ты можешь куда угодно идти, и мне понравилось очень много моментов, ну, во-первых, вначале понравилось, когда ты не думаешь, что у тебя сменится полностью экспозиция, открывается дверь, и там ты находишься в каком-то бесконечном пространстве. Мне очень понравилось, как работа с водой была сделана, это было фантастически, и сама вода была сделана, не знаю, кто там писал шейдеры, но надо память поставить человеку, потому что все написано, да, все написано очень классно, и я там сломал свой макбук новый, и на моем старом макбуке все открылось, и все работало, несмотря на то, что скорости вентилятора соответствовали, мне кажется, пропеллером вертолета, и очень сильно понравилось, меня очень сильно впечатлила вот эта сцена с Мерхольдом, и ваш рассказ, это просто фантастика была, потому что я не знал всех этих моментов, и для меня было мега интересно, то, каким образом раньше работали со всеми, во-первых, со сценой, потому что я также состоит с дизайном, занимаюсь, для меня это было мега интересно, и то, как это показывается, я намотал себя на ус о том, что можно делать, не знаю, заказчику, каким образом презентовать там работу, да, и сама концепция Мерхольда, да, ну и, конечно, финал, там по нотам, как бежали, я там несколько скриншотов сам сделал, как по нотам бежали все эти вагонетки, это, конечно, супер, вот, но есть обратная сторона медали, которая которую я хотел бы сказать, да, Наталья абсолютно правильно говорит о том, что там некоторые делают, да, там необходимо как-то пользоваться всей этой метод Вселенной, да, не примитивно, вот, при всем при этом, да, мы видим на экспозиции классическую абсолютно расстановку там каких-то произведений, еще чего-то, не знаю, мне как человеку, который, ну, нам виртуальная реальность дана не для того, чтобы, и все эти проекты, не для того, чтобы копировать это все, понимать, хочется как-то выйти немножко отсюда, есть большое количество примеров, поэтому там, возьмем берлинский фестиваль систем и проект, который был в Сибири, который они делали там в прошлом году, где они полностью, там, и саунд-дизайн был сделан, и были сделаны персонажи, были сделаны пространства, ребята, мои друзья, из 404.0, которые делают отличный проект с геймификацией, он выглядит как медиа-искусство, как единый, да, где они разбивают немножко ситуацию, и вы попадаете в какое-то такое мощное пространство, где очень сильно на вас давлеют вот эти все, все медиа, возможные медиа, которые вы сможете увидеть, да, и мне кажется, тут немножко, как вы, Ольга, правильно сказали, столкнулась немножко старая и новая школа, да, и вот эта ситуация, которую мы привыкли видеть в музее с какими-то картинами, с какими-то экспонированными правильно, с какой-то правильной развеской, работами, да, она соседствует с нечто новым, с какой-то вот метавселенной вот этой, да, мне хочется, да, вот чтобы куратор, кураторы как бы тоже погрузились в метавселенную, да, и тоже поняли, да, вот вы говорили, что художник такого уровня, мне кажется, нужно уходить от таких вот вещей, как художник такого уровня, мы можем сейчас смешивать все, что угодно, да, мы можем делать это, относять уважительно, да, к художникам, там, модернистам начала, там, десятых годов, и шагалу там уже, да, но пытаться как-то миксовать это все, мы можем поставить там актуальную картину, но сделать там ее в 3D, мы можем, не знаю, пол сделать в виде какой-то картины и шагать по ней, там, не знаю, и заходить в какие-то глубины ее, ну, каким-то образом разнообразить, мне кажется, было бы неплохо вот с этой точки, да, с кураторской точки и с точки зрения, не знаю, нахождения в пространстве. также у меня вопрос немножко по эксперименту в самом медиа, да, несмотря на классные шейдеры, возможно было имплементировать некое погружение визуальное, да, не повторять каким-то образом естественную среду обитания, сделать таким же образом, как поступил Мейрхольд, да, сделав свое решение в гоголевском конце, да, вариант ревизора, да, таким же образом можно подумать было про то, как возможно сделать визуально, да, чтобы не выговорили, Ольга, а мы посмотрели на экран и у нас создалось такое впечатление, да, какие-то, не знаю, паузы или какие-то, не знаю, черные экраны, работа с визуальным пространством, но тут важно отметить, что когда мы находимся около экрана монитора, либо смотрим это все с мобильного телефона, все это не очень хорошо работает, потому что зритель, да, вы не понимаете, в какой ситуации он должен оказываться, и я бы посмотрел на прекрасный спектакль, забыл, как он называется, от немецких ребят, тоже забыл название, не суть, он тоже вышел в то время, когда началась пандемия, да, и там ситуация в том, что вы должны как бы пройти по своему дому, выключить везде свет и пройти просто с фонариком мобильного телефона либо со свечкой по своему дому, да, и у вас аудиоспектакль, и вы по-другому совершенно открываете свой дом, так и тут можно, несмотря на то, что человек находится там у компьютера, да, сделать какое-то пространство, не знаю, там, поставить там, выключить свет, там, еще что-то сделать, и каким-то образом изменить пространство человека, в котором он находится, да, дополняя тем самым то, что хочет сказать медиахудожник непосредственно уже в медиапространстве, которое он будет смотреть с дисплея. вот, наверное, такие мои комментарии. Спасибо, Виктор, мне тоже кажется, что это старое сочетание не только старого и нового на экскурсии, как старого еще, не только форум, и ее сочетание с этим желанием уже интегрироваться. Я уже как экскурсовод желаю стать медиаискусством и интегрироваться во что-то в виде саунд-дизайна, потому что вот эта старая структура общения с посетителем не складывается в таком мире, и сама по себе экскурсия, даже если она складывается как общение, не складывается как часть, вот недаром мы можем вести ее через Zoom, именно потому что она существует с какой-то стороны. Вообще, то, что вы сказали, мне кажется, это какие-то должны быть мечты нашей с мастерской 15 на будущие проекты. Ребята, что-нибудь прокомментируют Наташа или Ярослав? Ну, я, наверное, начну с того, что то, что мы видели, это, скажем так, действительно результат большого поиска, то есть, иными словами, как бы, то, чего еще раньше не было. То есть, сейчас уже нам становится удобнее, когда нам есть и чего-то мы посмотрели на это решение, движемся дальше. Более того, на самом деле, есть еще небольшой такой слой, который знаем только мы с Олей, это те варианты, которые были, пока мы это все создавали, пока мы искали. То есть, мы тоже как раз экспериментировали с формой, с подачей, с пространством, и, ну, понятное дело, что то, что вы не видели, то, что мы оставили в прошлом, это, вряд ли, похуже, то, что вы показали, получше, но понятное дело, что это сейчас не подалог совершенства, наоборот, есть как раз куда еще расти, есть что делать, и, скорее, это тема, ну, в целом, начать разговор о том, что давайте-ка потихонечку осваивать это виртуальное пространство, присутствие в нем, размышлять о том, что и как еще мы можем делать, как мы можем, в каких формах находиться, потому что, в частности, мы сейчас еще такой момент, что начали с каких-то вещей, знакомых нам по нашей жизни, что мы по-прежнему ходили в этом пространстве в виде человечков, гуманоидов, но при этом там у них был маленький нюанс в том, что у них был специальный нос, и при этом все остальное от носа не отвлекало на лицах людей, но, опять же, это могут быть и люди, и вообще, это могло быть пространство без гравитации, это могло быть еще что-то, 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 но очень важно все-таки, чтобы вот сделать этот мостик между тем, куда можно улететь с этими возможностями, и тем, что к нам приходят люди, которые не всегда готовы к этому, то есть, например, Оля часто проводит экскурсии для школьников, которые, конечно, замечательные геймеры видели уже много виртуальных пиров, но, как бы, в формате такой школьной экскурсии для них это все какой-то шок, я думаю. То есть, школьники как раз ко всему готовы. Ну, что ж, тогда это, конечно, может быть, люди постарше как раз, чтобы им сначала какие-то простые образы, именно поэтому, кстати, экскурсия начинается в зале библиотеки, для того, чтобы вот сначала установить какой-то мостик с реальностью, а потом уже двигаться дальше. мне вот еще я добавлю, мне на самом деле очень нравится, что это живая экскурсия, то есть, это такой перформанс, и мне очень нравится, как Оля ее ведет, и она каждый раз, она говорит разными абсолютно словами, очень складно, и я каждый раз, то есть, я, в принципе, бесконечно это уже слушала, и могу столько же и слушать. вот, это такая, то есть, сначала для меня это была дичь, как бы, зачем скрещивать это все, но в какой-то момент я поняла, что это, ну, действительно, правильное решение. Спасибо, Наташа, но мне кажется, что еще живое присутствие это самое, которое как искусство на самом деле не складывается, как целое не складывается, оно изначально было важно нам, потому что этот проект создавался для того, чтобы люди чувствовали, что они идут в интернет, они не листают интернет, не просматривают, они не идут, ну, то, что нужно одеться, это правильное мышление, вообще-то нужно одеться, нужно нос правильно надеть, и нужно прийти ко времени, вот это чувство, которое обязывает тебя как-то понять, что ты уже пришел, и уже так просто не уйти, и чтобы это было событие. Для этого действительно нужно живое присутствие человека, но, наверное, действительно формы этой экскурсии могут быть разными, кроме того, и формы пространства могут быть разными, Тереслав Воскримович, он не сказал, что мы действительно экспериментировали с Шагалом, и хотели как раз сделать такое погружение в проволочный мир вот этой графики, и здесь скорее нужно говорить о том, что для такого проекта это должен был быть очень большой проект, именно посвященный всему Шагалу и глубокой разработке, тогда каждая из этих работ, это довольно сложно сделать вот так вот, как один из залов, но, конечно, да, действительно, в этом будущее, хотя само то, что у нас есть Шагал, это тоже своего рода чудо, нам предоставили его внучки Шагала, которые являются наследницами его, и на самом деле являются не случайными, как бывает, наследницами, а такими, которых он воспитывал, которых он очень любил, и действительно, наверное, имеют право распоряжаться его наследием, нас очень пугали, что они слишком всегда строго относятся к любым способам как-то их деда переинтерпретировать, и у меня было чувство, что мы как-то точно очень опасно его переинтерпретируем, но тем не менее мы просмотрели, что мы с ним делаем, и дали нам разрешение на экспонирование Шагала. Вот так, что, мне кажется, говорит о какой-то готовности даже консервативных кругов, выставочных и музейных к вот этим новым формам. Что ж, мне кажется, что, на самом деле, уже достаточно говорим о нас. Может быть, если кто-то еще хочет что-то добавить, то скажите, пожалуйста. Или можете спросить. Да, вот я хотел, у меня все-таки вопрос был, вы, Ольга, с Натальей все говорите о том, что так классно все было, мне все равно интересно было, каким образом взаимодействие происходило художников и куратора. То есть, изначально была какая-то концепция, там, не знаю, от кого она пришла, почему вот какие-то вещи отмели, которые сказал Ярослав мне, вот как художнику, а также тоже модификатору пространства, техническому директору некоторых экспозиций. Данная работа очень интересная. Ярослав, расскажите? Сейчас попробую вспомнить. Потому что все началось с Ярослава как раз. Да, да. Ну, я бы сказал так, это в любом случае некая интерактивная работа была, потому что началось все, по-моему, где-то в декабре, как раз в конце ноября прошлого года, ну, практически год назад, когда Оля постучалась ко мне с идеей того, чтобы сделать виртуальный музей, ну, тогда вообще не было абсолютно никакого понимания. Я попробовал сделать так, некий свой прототип, с которым мы, собственно, защитили грант и длинулись дальше. А затем это было, ну, на этом же таки это формат, да, общения и диалога, потому что мы с Олей очень много времени проводили на созвонах, обсуждая, как то или иное, это материал можно показать, потому что, понятное дело, что мы люди, с одной стороны, такие взрослые и от этого немного заширенные традиционным представлением музея о том, что вот есть стенки, на стенках что-то висит. И как вот это вот снять со стенок, как это поместить в пространстве, какие есть варианты. Ну, и, соответственно, просто вот двигались, тут как раз очень, мне кажется, важна именно работа была дуэтом и, естественно, какой-то аккуратовской виднее у Ольги, потому что я же одновременно как бы еще выполнял роль как медиахудожника, так и в целом просто технического исполнителя, и поэтому иногда я такое сделаю, ну, Оля, вот оно так работает, создал, а Ольга говорит, не, это как-то слишком просто слишком примитивно, давай еще подумаем. И вот мы так двигаемся, двигаемся, это, ну, ну, то есть самая простая, наверное, тема еще была с тем, чтобы, например, не повторяться, то есть, ну, грубо говоря, вот у нас шага картины и зал, посвященный Шинели фильму, и это тоже, по идее, изображение. Ну, точнее как, в целом это фильм, ну, просто братья показывать фильм это как-то и неинтересно, плюс, опять же, как бы химически большая нагрузка на график. Поэтому идея использует картины, ну, там картины, тут картины, как мы это все сделаем так, чтобы это было не повтором, а наоборот каким-то новым раскрытием материала, и вот в экспериментах нащупали форму именно такого лабиринта из кадров фильма. Да, спасибо, Ярослав. Наташа, может, что-нибудь добавишь? От тебя хочется тоже послушать. Ну, знаешь, Виктор, было интересно над этим работать, потому что не было, например, никаких референсов, то есть, вот на тот момент все музеи, как я уже сказала, были просто вот эти 360 градусов, и мы это все изучали, смотрели, думали над этим, и, да, на тот момент наш самый оказался безстенный, что ли. Ну, то есть, понятно, что сейчас мы бы делали по-другому, да, уже прошел сколько год или сколько-то, ну, то есть, мы бы уже делали какие-то следующие шаги, вот, но на тот момент я думаю, что получилось классно. И мне кажется, тут как раз вот тоже вот важный этап был в как бы в неком сознании при работе с этим проектом, это действительно сказать вот про то, что, типа, нет с кем. Ну, несмотря на то, конечно, где-то там какие-то моменты на стену есть, но в целом основное пространство, основное приключение продается как некое безограничительное пространство, бесконечное. Ну, было еще классно, что мы до этого делали очень много, ну, то есть, вообще, какая история случилась, что мы вот исследовали эту метаверс, делали-делали, потом наступила, ну, какие-то проекты, арт-проекты, потом наступила пандемия, и мы стали делать виртуальные миры, стали ими приторговывать, и это все для развлечения, то есть, мы приторговывали этими виртуальными мирами для вечеринок, и здесь появилась вот такая история с музеем, и нам было действительно интересно попробовать сделать виртуальный мир для искусства, для музея, и это такое одно из, ну, такое направление, получается, тогда нашего развития, деятельности. спасибо огромное. У меня еще коротенький, маленький вопрос. Где же вечеринка? Были ли такие моменты, когда вы что-то предлагали, и что-то очень хотели сделать, но почему-то из-за каких-то... Но из-за технических, может быть, каких-то... Из-за технических, да, только не было такого, что из-за концептуальных, что как-то не очень правильно, может быть, кто-то не согласился выставлять Шагала, или как-то не очень... Там, вот с этими нотами, например, каким образом пришло решение, и... И вся реализация, потому что мне очень понравилась эта идея вообще, и реализация, и вообще все. А это, кстати, Оля. Это... Это Оля. Да, Оля на заслуга. Значит, действительно, медиахудожник, не зря ты сказала. Нет, я просто музыкант в первом образовании, и мне было понятно, что пространственное решение музыки, оно не вложится сюда. То есть, если мы показываем Мирхольда, там все так просто, потому что, ну, не просто, на самом деле, качественно это сделать, ну, в общем, там понятно, что мы показываем. А в музыке, ну, что мы можем показывать? Такой устаревший, знаете, в 2000-х был медиаплеер, где ползала вот эта вот мелодия случайно, как-то цветами и формой изображалась. То есть, у нас нету никакой плоти, и поэтому не хотелось ее создавать, не хотелось обращивать вот это музыкальное пространство каким-то таким зрительным образом, которое ему не нужно. И от этого появились ноты, это единственный существующий образ музыки, который для нас не является каким-то придуманным, да? То есть, он когда-то придуман, но он для нас вот естественный, он математичен. Вообще, мы когда с Ярославом делали этот зал, и я объясняла, как устроена эта партитура, это оказалось несложно объяснить, именно потому, что математика прекрасно сюда ложится, в общем-то, это ритм, это чистая математика, звуковысотность, это все тоже, и эти понятия уловленные именно на нотном стане, они схематично-математичны, и мне казалось, что нам важно именно в это пространство, которое хорошо относится к схеме, также, эта музыка была похожа на схему Андрея Белого, которую он создал, стремясь вот к этой математичности в литературе, а музыка, это еще более естественные схемы, для нас привычные, поэтому все время, я все время говорила Ярославу, нет, что там не нужно ничего рисовать, не нужно ничего создавать, нужно пойти от вот этих линеек, и вдруг в какой-то день пошли от линеек. Самое было замечательное, что мы нашли девушку, которая перерисовала нам эту партитуру для того, чтобы под ней ровно ехали вагонетки, это было очень смешно, потому что я училась в музыке, и я понимаю, что никогда никто ее переписчика нот не спрашивала о том, будет ли равное в миллиметрах расстояние между каждой из нот. Это для музыканта не имеет никакого значения, я тут же осознала, что у всех там просто как если у вас мало места на странице, то обычно сдвигают ноты более узко, их ставят просто на нот. Если много места, то пошире, и тут нам нужно было найти человека, который выровнял это все по линейке, выполнил такую очень странную задачу, чтобы вагонетки не терялись и не теряли в ритме, когда зрители наползут на этой партитуре. Я почему-то подумал, что это с MIDI протоколом было реализовано, и было распознавание ноты и перевод его в MIDI сигнал, потому что сейчас такие вещи уже существуют. Нет, переводить ноты в сигнал не нужно, у нас есть партитура прекрасно изданная, вот там всем... Не-не, ноты в MIDI просто переводятся, потом автоматически они печатаются. Но вообще-то есть переписчик ноты, который работает в программе Сибелиус. Понимаете, там же партитура, там на самом деле... Да-да-да, я про Сибелиус и хотел сказать. Все, все, да. Вы уверены, что 12 голосов партитуры компьютер может правильно атрибутировать, как там есть, например, домер, который мы здесь не показали. Там очень большое целостное звучание, я очень сильно сомневаюсь, что тут кроме человека, дирижера, который каждый голос слышит отдельно, способен это распознать. Партитуры были написаны же? Да-да, она записана, вот из нее как раз с ней работал переписчик. Просто выравнивая. Скорее даже вопрос был не в том, чтобы создать партитуру, она была, а в том, что ее правильно визуализировать, потому что она должна была визуально соответствовать некой постоянной скорости, с которой движутся эти органетки. Понятно. Это смешная задача для переписчиков, почти шуточная. Ну что? Ну она подходит как раз к контексту коголя. К абсурдности? Переписывать. Владимир, мне показалось, что вы тоже не договорились, что-то еще хотели сказать, если да, то пожалуйста. Меня сейчас вспоминали? Я сейчас не опять... Да нет, в принципе, мы можем очень долго еще говорить, не думаю. Нет, в принципе, ничего такого срочного нет. Ну хорошо. У кого-нибудь есть что-нибудь срочное? Тогда давайте заканчивать. Я хочу поблагодарить вас всех за внимание. Это странный экспериментальный опыт, который учит, потому что новое это что-то всегда рискованное. На самом деле, для меня работа с медиа, с компьютерными объектами это большой риск всегда, потому что мы не можем точно проконтролировать, что все будет хорошо, как в случае с AIR и VR объектами, с VR еще можем, с AIR-то не можем, так и в случае с онлайн-музеем. И, наверное, этот риск, в общем-то, стоит того, чтобы рискнуть. У меня все пропали, как я сказала, про риск. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, за то, что вы прошли с нами эти, сколько там у нас сказалось в итоге, семь залов, за то, что вы сказали мнение, были на самом деле очень добры к нам. Владимир обещал жесткую критику, но была лишь мягкая критика. Спасибо вам большое. И приглашайте ваших друзей, ваших детей к нам в музей. Они себя здесь чувствуют как рыбы в воде и гораздо лучше меня ориентироваться в этом пространстве. Спасибо. Спасибо. И, не знаю, там, больших успехов, удачи. Главное, слушайте, у вас уже сложилась новая творческая команда. Вы уж как-нибудь не пренебрегаете этим. Так нечасто бывает. Спасибо. Спасибо еще раз. Еще раз мое поздравление. Спасибо, Владимир. Всего доброго. Спасибо огромное. Спасибо. Да, благодарю. Всем пока.